Так умная машина заменяет руки водителя. Техника будущего ведет управление на полях и не просто рулит, а практически полностью руководит агропроцессом. Человек в это время сидит в кабине, находится в кабине, но не участвует именно в рулевом управлении трактором. Он принимает участие в управлении, скажем так, прицепными орудиями, которые выполняют работу, управляет скоростью движения, переключает передачи. А непосредственно, чтобы исключить человеческий фактор при ошибках при вождении, применяется именно устройство. Оно позволяет именно минимизировать отклонение трактора от задаваемой траектории и повысить тем самым качество выполняемых хозяйственных работ. Проект начали пять лет назад. Автопилот в сельхозиндустрии не новость, но разрабатывают и используют его в основном за рубежом. Отечественный проект в Барнаульске выгоднее, особенно сейчас. Чтобы оборудовать импортной системой, допустим, К740, стоит порядка полтора миллиона рублей. То есть у нас стоимость в 300 тысяч рублей – это входит подруевающее устройство, входит программное управление. То есть все компоненты сборья – это прям себестоимость полная. Но зачем фермеру тратить 300 тысяч рублей? У ученых есть ответ – это не просто экономия человеческого труда, но и развитие точечного земледелия. Адресаты новинки – алтайские фермеры – разделились во мнении. Может быть, частично, да, может быть, может быть, да, чтобы разгрузить механизатора для водителя, может быть. Я так думаю, что должен быть, так как в автомобиле, вот сел, значит, я должна чувствовать машину, если я еду за рулем. Стукнула где-то, где-то не так двигатель заработал, или бензин мне залили, а он некачественный, там и так далее, я должна почувствовать. При нашей зоне рискованного земледелия, ну какие еще навигаторы? Нет, нам она не пойдет однозначно. Но эксперты объясняют, на настрой фермеров повлияли проблемы года. Например, сильная засуха, погубившая местами урожай. Сейчас земледельцы не готовы вкладываться в разработки, поэтому в техническом вузе готовы совершенствовать проект и искать инвесторов, чтобы каждое хозяйство могло позволить себе современный метод обработки земли. Никита Ермаков, Дмитрий Денисов. День с толком. День с толком.